Привет, друзья! Сегмент портативных ЦАПов или в народе свистков не теряет свою актуальность и он, можно сказать, развивается и совершенствуется семимильными шагами. Поэтому лишь больше привлекает в себя внимание не только начинающих аудиофилов, но и даже тех, кто прошел от бумбоксов на плечах до дорогих портативных хай-фай-плееров и домашних хай-энд-стационаров. Серьезно, у меня такие знакомые есть, но правда они делятся на два типа. Первый это true-аудиофилы, которые даже если им и понравится какой-нибудь ЦАПик или ТВС-ки, они никогда в этом не признаются, не сознаются. А ко второму относятся менее гордые, которые признают и удобство маленьких устройств, и их постепенное улучшение качества звучания. Так вот, об одном таком маленьком и интересном устройстве мы с вами сегодня и поговорим. Называется оно HIDIS S9, а стоит 95-100 долларов. И начнем, как всегда, с коробки. Как всегда я скажу, что коробка оформлена в стиле компании, поэтому она черная, а на ее верхней поверхности есть серебристый логотип HIDIS и название модели. А сзади притаились характеристики модели, которые, как всегда, здесь краткие, поэтому я, как всегда, их, естественно, дополню. ЦАП не абы какой, а АК 4493EQ, максимальное разрешение файлов PCM 768 кГц на 32 бита, DSD 512. ЦАП оборудован Type-C входами, двумя выходами под наушники, на 3,5 и балансным на 2,5. Выходная мощность с обычного 90 мВт на 32 Ом, а с балансного 125 мВт на 32 Ом. Выходной эпиданс на сингле 1 Ом и на балансе тоже 1 Ом. Диапазон воспроизводимых частот там и там 20 Гц, 50 кГц. Поддерживаются операционные системы Windows, macOS, Android и iOS, при условии, что у вас есть кабель-переходник. Слайдник на Type-C, поддерживающий ОТГ. Кстати, мой хваленый маленький адаптер ОТГ. Minova в этот раз напрочь отказался работать с HIDIS. ЦАП айфоном определялся, но звук на него не выводился, поэтому на помощь мне пришел кабель из комплекта X-DOW Link 2. И с ним-то уже все звучало, друзья, и пело. Своего аккумулятора у HIDIS S9 нет, поэтому он, естественно, питается за счет аккумулятора транспорта. Ну а комплект включает в себя сам ЦАП, короткий кабель Type-C Type-C, такой же только длинный кабель и переходник с обычного USB на Type-C. И обратите внимание, друзья, на качество и на материалы этих комплектующих. Изготовлены они на очень высоком уровне. Сами коннекторы металлические, с одной стороны имеют логотип, а это означает, что к транспорту кабель нужно подключать именно этой стороной. А сам кабель, соединяющий коннекторы, покрыт толстой силиконовой оплеткой. Кабель достаточно податливый и гибкий, и думаю, что прослужит он нормально. Также есть пластиковый чехол с клипсой, правда, не совсем понимает, для чего он нужен, но подозреваю, что просто для транспортировки донгла в качестве аксессуара, например, на ласкане пиджака. Круто же. Также есть гарантийный талон, дисконтная карта и краткий мануал на двух языках. Собрано устройство из двух материалов. В основной шасти изготовлено из очень легкого и очень тонкого алюминиевого сплава. Настолько легкого, друзья, что его запросто можно спутать с пластиком. А вот задние и передние спинки, несмотря на то, что похожи на стекло, здесь точно пластиковые. И они, кстати, очень здорово залапываются. Верхний торец оборудован с двух сторон двумя выступами, что позволяет разместиться на нем двум выходом. Обычному на 3.5 и балансному на 2.5. А на нижнем торце находится один единственный Type-C разъем. Из примечательного на одной из сторон есть логотип компании, который здесь в довесок выполняет роль светового индикатора. И в зависимости от разрешения файлов изменяет свой цвет на зеленый, желтый, фиолетовый, синий, красный и белый. В целом качество сборки очень высокое, но благодаря, друзья, своему весу в 11 граммов и вот этому тонкому металлу в руках ЦАП теряется и ощущается, признаюсь, очень хрупким. Особенно после габаритов и веса монстра Линк 2. Но позже мы их с вами еще обязательно сравним, но уже более детально. Мои сценарии использования подобных устройств многие из вас наверняка хорошо знают, поэтому давайте об этом подробно не будем сегодня. Давайте не будем об этом сегодня. Просто скажу, что мне успешно его удалось протестировать с MacBook Pro, с iPhone, но не без помощи, как я уже говорил, переходника от Линк 2. С плеером Opus 3, на нем был установлен плеер HiBi Music и UAP USB Audio Player Pro. А также с Shanling Q1 здесь использовался, естественно, штатный плеер. Windows у меня нет, но по слухам там тоже все нормально, драйвер с поддержкой ACO есть. К недочетам или недостаткам отнесу тот факт, что S9 не умеет работать с гарнитурами, а после отключения от него наушников не ставит музыку на паузу и не переходит в спящий режим и продолжает расходовать энергию транспорта. К положительным моментам отнесу то, что ЦАП сильно не греется и практически не шумит с сильно чувствительными наушниками. Пользоваться устройством очень легко, достаточно подключить его к плееру или так называемому транспорту и дождаться, пока он им определится. И он им не определяется, потому что, друзья, голова у меня дырявая, сам вам об этом сказал и сам подключил ЦАП не той стороной к транспорту. Меняем и подключаем той стороной, на которой есть логотип. Все, загорелся сразу индикатор и на транспорте появилась надпись «Аудиоустройство подключено». Подключаем наушники. Ну и звук S9 получился, друзья, максимально нейтральным, с минимальным добавлением эмоций и с минимумом акцентов на крайних диапазонах. При этом назвать ЦАП мониторным, прозрачным, наверное, тоже нельзя, так как всего здесь в меру и он совершенно не прикидывается мега-аналитичным и мега-детальным источником. Скорее он представляет из себя некую золотую середину. Тут как бы еще и не аудиофилия, но уже не совсем начальный уровень звука. Лично меня здесь больше всего порадовало отсутствие приготовленных высоких частот в фирменном стиле HIDI. С чем это выражается, думаю, многие это знают и замечали это. Особенно это заметно выражено в аппаратах HIDI с АП-80 и АП-80 Pro, где высокие имеют заметный акцент, где они светлые, но, на мой взгляд, не обладают достаточным весом и телом, поэтому звучат немного тонковато. Здесь высокие уже не плоские, даже не однородные. И в отличие от упомянутых плееров, имеют солидную массу, хорошее разрешение. У них есть нормальная протяженность и даже способность, как и подобает аудиофильским плеерам начального или даже среднего уровня, передавать разные по тональности тембры. Средние частоты ощущаются совершенно ровными и, я бы сказал, спокойными. Но, опять-таки, располагают к себе своим хорошим разделением, ощущением хорошего веса у инструментов, а также своей натуральности. Верхний диапазон средних частот не акцентирован, но благодаря его естественной прозрачности и частоте звучания женских голосов, струнных и духовых инструментов, получается очень выразительным и убедительным. Если вдруг кому-то, а я могу это смело предположить, не хватит здесь эмоций, то добавить их сюда смогут какие-нибудь драйвовенькие детальные наушники. Ну, например, из недорогих те же DQSM Hermit. Они добавят сюда уже и злости, и веселье. Сцена примерно средняя как в глубину, так и в ширину, но своей стереопанорамой и передачей трехмерных планов меня лично радует. Низкие частоты практически линейные, на передний план, как, впрочем, и все остальное здесь особо не рвутся, и совершенно ни над чем не доминируют. Но и в то же время радует слух своей плотностью, хорошим и собранным ударом, и вполне нормальной глубиной. Что очень важно, диапазон избавлен от вялости, избавлен от неприятного гула и контролируется, на мой взгляд, очень неплохо. А так, я здесь замечу, отчетливые, они средние по скорости и совершенно не смазанные. В общем, если коротко, друзья, то опять получаются натуральные, без всяких украшательств, низкие частоты. Хочется больше украшательств или больше накачки снизу, подключаем к цапику соответствующие наушники, или выбираем совсем принципиально другое устройство. Пример для всего и сразу будет сегодня только один. Это трек «Апари» в исполнении французской певицы Зас, который исполняется в стиле акапелла, то есть, естественно, без сопровождения музыкальных инструментов, которые здесь имитируют голоса бэк-вокалистов. Мужские низкие голоса звучат очень телесно и своим мычанием или вот этим тун-тунканем создают для композиции хорошо ощутимую и глубокую басовитую основу. Вокал самой певицы звучит очень открыто, очень чисто и с передачей практически всех мелизмов исполнительницы. Ну а роль перкуссии взяли на себя здесь щелчки пальцами и хлопки в ладоши, которые, на мой взгляд, звучат так, как и должны, то есть, вполне натурально. Кстати, через балансный выход подача совсем немного меняется в сторону чуть более яркой. То есть, как мне показалось, основные изменения при использовании балансного выхода коснулись больше всего средних частот. На мой взгляд, там стало немного лучше разрешение и больше появилось агрессии на ВСЧ. Остальное, по-моему, не сильно изменилось. Не обойтись, естественно, сегодня без сравнений, друзья. И первым делом сравню HIDIS S9 с X-Duo Link 2. Стоят они примерно одинаково. Link 2, конечно, крупнее, тяжелее и имеет более сдержанный или простой дизайн. Он по-прежнему самый мощный из подобных устройств. Я не беру в счет свистки Иван Диэй. И напомню, что выходная мощность у него 150 мВт на 32 Ом. Он отличается уже гораздо более эмоциональной, более массивной и плотной подачей с заметно акцентированными низкими частотами. DC03 от Айбаса стоит дешевле, отличается немного меньшей мощностью. Там она составляет 80 мВт на 32 Ом. И звучит более ярко и более технично, с заметным фокусом на микроконтрасте. Особенно на средних и высоких частотах. И Шанлинг UA1 стоит еще дешевле, 45 долларов. И отличается от всех предыдущих свистков более мягким, музыкальным и более комфортным звучанием. Осталось немного, друзья, подвести итог, обозначить минусы и плюсы устройства. И на этом закончить наш обзор и всем разойтись по своим делам. Мне кажется, что HIDIS S9 подойдет в первую очередь тем людям, которым требуется максимально неокрашенный и при этом детальный звук. А также тем, у кого есть потребность в наличии балансного выхода и в дополнительной мощности. И на мой взгляд, мощности S9 с лихвой хватит для большинства внутриканальных наушников и некоторых полноразмерных. А это все-таки большой плюс. К минусам отнесу хрупкую конструкцию. Лично у меня устройство не вызывает чувства надежности. Его точно не стоит ронять на жесткой поверхности. Он как пить, дать разлетится в разные стороны. А то, что ЦАП прожорлив, так это, друзья, плата за его мощность. Поэтому это в минусы я не записываю. Других особо важных минусов я, друзья, у него не вижу. А его плюсы это серьезное звучание, наличие балансного выхода, хороший запас мощности и возможность менять кабели. Однако у меня в фаворитах до сих пор числятся Link 2 и музыкальный Shanling U1. Но вот так уж они мне зашли, друзья. Купить HIDIS S9 можно со скидкой в магазине Hi-Fi Go. Все необходимые ссылки, естественно, оставлю в описании. Всех благодарю за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok